здравствуйте уважаемые зрители канала рациональная нумизматика как и раньше так и сегодня я буду вам показывать привлекательные инвестиционно и эстетически красивые коллекционные старинные монеты сегодня будет сделан упор именно на золотые монеты я покажу вам массу красивых монет как царских так и европейских так и американских которые по моему мнению являются очень хорошим правильным вложением в вашем средстве эстетически будут радовать вас в вашей коллекции но часто я вижу в комментариях и много в личных встречах люди задают всем нам всей нашей нумизматической тусовки вопрос какими аналитическими материалами вы пользуетесь так вот сегодня посвящу этот выпуск как раз именно таблицам графиком на которые мы ориентируемся расскажу о тех ресурсах на которые мы часто обращаем свое внимание и покажу ряд целую систему графиков которая подталкивает всех нас к мысли о росте в ближайшие года сильном росте в процентном отношении именно золото существует отчет по сути эта система графиков авторство рональда петтера штоферли и марка валика которая выходит ежегодно в этом году она называется ингол 2 траст репорт 20 23 на которую опираюсь не только я но и масса и хороших интересных авторов ей на golden фронте подобную информацию видел как раз в этой системе отчетов анализируется соотношение инфляции рынка недвижимости золота серебра соотношение с разными валютами и по графику по каждому отдельно сейчас мы с вами немножечко пройдемся первый графика что ферли и валика довольно интересный и важный по нашему мнению это именно анализ длительного периода инфляции в сша от 1966 года по 1983 год в индексе потребительских сцен это левая и нижняя горизонтальная шкалы этого графика верхняя же и правая шкалы этого графика показывают проекцию инфляции в будущее аж по июль ты 2031 года если мыслить в пределах логики этого графика получается что все рекордные последние года инфляции к видных годов и все дальше и деятельность добавить сюда центральных банков которые поднятием учетных ставок как раз давят эту инфляцию это все в будущем приведет опять же к пиковому росту скачку инфляции есть еще один очень серьезный график который анализирует инфляцию в сша в 1970-х годах и тут как раз он показывает в общем что потребовалось больше десяти лет чтобы погасить инфляцию здесь есть сравнительные графики именно цифр по незанятым рабочим рукам именно по безработице а синий график он показывает как раз именно волны скачки цен потребительских цен сша следующий очень интересный график демонстрирует нам эффективность основного инструмента а именно повышение учетной ставки только в трех случаях из 20 с 1915 по 2023 года повышение учетной ставки не привело к рецессии так что смотрим наблюдаем и видим реальность рецессии эти график показывают что 2022 год третий рекордный год в плане повышения процентных ставок это тоже ничего хорошего не навевает если посмотреть на семидесятые годы посмотреть на 2022 год методы борьбы с инфляцией не приведут ни к чему хорошего как мне кажется далее уважаемые зрители мы должны сказать несколько слов о состоянии рынка недвижимости в сша два следующих графика как раз четко покажут туз обстановку в которой мы сейчас находимся следующий график это 30 летняя фиксированная ставка ипотечного кредита конкретно наша выборка это 91 23 год и мы видим что за последние несколько лет ставка увеличена в 3 процентов до 9 далее мы можем с вами увидеть сколько теперь в процентном соотношении среднестатистическая американская семья должна затратить своих средств на обслуживание такой ипотеки ситуация становится еще более угрожающая потому что цифра это 30 процентов то есть 30 процентов семейного бюджета должно уходить на обслуживание это график 85 23 года то есть таких цифр не было раньше никогда это рекорды антирекорды следующем довольно интересным активным кластером общей картины это будет снижение торговой активности уже в 2008 года какой который был пиковым в торговой активности все идет потихоньку плавно вниз не обращая внимание на доливание в мировую экономическую систему постоянно ликвидности то же самое мы можем увидеть если посмотрим соотношение торгу торговых балансов в торговле сша и китая еще один график это все продемонстрирует то есть и в активности и в инфляции в анализе инфляции и в рынке недвижимости сша и в рынке недвижимости кстати китая намечились серьезные изменения и эти изменения не позитивные или нам теперь будет интересно посмотреть два графика которые показывают как себя ведут центральные банки вот первый график с 50 по 22 года который показывает на балансах сколько именно золото как с ним банки центральные распоряжались какая была ситуация в девяностых в двухтысячных как его активно банки продавали и что мы видим сейчас 2010 как активно центральные банки закупают золото в свои резервы следующий график тоже интересный он называется видимы ли мы сейчас ренессанс покупок золото с центральными банками и до с десятого года мы увидим четкое конкретное увеличение запасов за последние пять лет вы можете видеть вот график 70 по 22 70 года была подобная ситуация и сейчас центральные банки закупают золото это опять же наталкивает на интересные мысли ну вот следующая таблица график она особо интересно и демонстративно это срез двухтысячного по 2023 года в разных валютах мира начиная от доллара евро заканчивая индийской рупии швейцарских франков мы можем видеть только два года 13 и 15 который по росту в процентах были убыточными явно убыточными во всех остальных годах мы видим явный процентный сильный рост золото и если посмотреть за последние 20 лет то средний годовой рост 9 и 3 процента это очень серьезные цифры следующий же график показывается отношение прибыльности в двадцать третьем году золото к рынку недвижимости кроме германии везде плюс причем жесткий если смотреть на японию на сша на канаду даже на россию и на китай хотя в китае сложная ситуация как вы знаете да и в сша не простая ситуация судя по предыдущим графикам еще один довольно интересный график который нужно рассмотреть это график который демонстрирует что с учетом инфляции золото на сегодняшний день не достигла своей пиковой цены если сравнивать например с 1980 годом есть два столбца один синенький другой золотой синенький как всегда cpi цены потребительские в сша желтенький номинальная цена золота это все тоже нужно держать голове для общей картины и вот мы подошли к моей любимой таблице она демонстрирует что с 1970 по 2020 год в среднем за год золото отрастало на 7,8 процента это как я считаю довольно неплохо золото сияет когда акции борются за выживание это именно график который демонстрирует сравнение роста золота на фоне падения например индекса s&p 500 довольно интересный график для общего понимания ситуации на рынках подведу краткий итог уважаемые зрители собранные и продемонстрированные вам таблицы графики в очередной раз подводит нас к мысли о сложной ситуации как с инфляцией так с рынками недвижимости так и с торговой активностью глобальном мире так и сложной ситуации на рынке ценных бумаг и именно в таких случаях золото является спасательной гаванью да для людей которые хотят заработать маржинальный процент которые хотят поднять солидные средства на каких-то манипуляциях возможно золото не самый подходящий актив но для людей которые хотят защитить покупательную способность своих средств тяжело заработанных или средств которые должны быть в будущем использованы под какие-то задачи как я уже не раз говорил на покупку недвижимости той же или же на обучение детей это очень серьезный весомый инструмент который помогает защищать и регулировать свои финансы потому обратите еще раз внимание именно на золото на золотые монеты потому что монета имеет еще и нумизматическую премию но думаю у нам с вами будет о чем подискутировать в комментариях потому не забываем оставлять ваши комментарии лайкать это видео подписываться на канал а я и дальше буду для вас работать для того чтобы снимать интересные монеты интересный материал по сложившейся традиции всем вам пожелаю крепчайшего здоровья нумизматической удачи мира и добра всем нам до свидания удачи а а и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok